Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Меня спрашивали по поводу вопроса новых законодательных актов касательно навоза. Ну вообще, вся шумиха вокруг этого вопроса, она такая, что ее используют для того, чтобы людей настроить как-то против власти, я не знаю, там как-то все... преподнести в черных цветах и так далее. Конечно, ничего как бы хорошего из того, что какие-то вопросы выливаются в какое-то регулирование и в какое-то чиновничье управление, ничего хорошего нет вообще. Но как бы, если это уже есть, то мы должны с этим жить вообще. Так вот, хочу напомнить, что раньше вопрос регламентации обращения с навозом лежал в области промышленных отходов. И за это очень много людей страдали, штрафовались, потому что промышленные отходы, это особый вид отходов. Он требовал особого порядка оборота и использования этих отходов, и учета и так далее, хранения. И, естественно, никто этим не занимался, и теперь этих людей штрафовали. Теперь по инициативе депутатов Госдумы, и я так понял, Матвиенко там лично участвовала, был принят закон о ППЖ, побочных продуктах животноводства. И в развитии этого закона были приняты постановления правительства, которые определяли требования, порядок обращения и нарушения, которые являлись нарушениями, которые влекли ответственность. Нарушения по порядку обращения с ППЖ. Так вот, нынешнее, вот последнее, вот то, что прошло посредством массовой информации, это был принят закон в виде изменений в административный кодекс, которые определяли штрафы за нарушение правил обращения с ППЖ. Вот сразу хочу сказать, и чтобы вы себе это четко в голове отложили, что все, что касается ППЖ, касается индивидуальных предпринимателей, КФХ и юридических лиц, это весь этот блок, вся эта законодательная инициатива и весь блок постановлений правительства в развитии этого не связан никак с ИП, ой, с индивидуальными животноводами, которые работают в рамках ЛПХ. Поняли? То есть не связано. То есть для этого все законодательства не распространяется на ЛПХ. Вы меня спросите, а что тогда ЛПХ имеет возможность гадить своим навозом сколько угодно и не иметь при этом никаких проблем? Да нет. Конечно, такого нельзя допускать и здесь будут действовать общие нормы, которые касаются, например, захламления приусадебного участка, причинения вреда соседям с точки зрения запаха, каких-то развития мышиных вопросов и так далее, и так далее. То есть тут уже будут действовать вот такие правила, которые должен каждый владелец личного подсобного хозяйства соблюдать. Но хочу сразу сказать, что вот эти все нормы, штрафы и так далее распространяются только на ИП, КФХ, юрлиц, которые являются по закону собственниками вот этого ППЖ. Еще один момент хочу сказать, что на самом деле закон о ППЖ как раз закон, который дает послабление для сельхозников касательно использования, касательно всего процесса, связанного с навозом. Потому что он выводится из рамок промышленных отходов и становится именно ППЖ. Вот. Хранение ППЖ, переработка ППЖ предусматривается на специальных площадках. Так вот, эти площадки должны быть не обязательно являться забетонированными. Они могут представлять собой глиняные площадки или просто земляные площадки со снятым верхним слоем. Только одно это позволяет вам работать очень свободно и не подвергать финансовому сильно давлению свое хозяйство в связи с тем, что нужно было бы бетонировать огромные площади под хранение навоза. Мало того, еще вопрос, насколько законно такое бетонирование на землях сельхозназначения. Вот в связи с этим как бы сейчас на этот счет есть послабление. Все правила обращения с ППЖ установлены. Мы разбирали их на нашем канале подробно, с номерами. Но вы должны, я уже много раз говорил, такие вещи как ППЖ себе распечатать, изучить и иметь у себя как руководство. Много не нужно там. Например, нужно в каждом хозяйстве разработать технические условия, по которым будет четко регламентировано, как вы обращаетесь с этим ППЖ. Эти технические условия не должны нарушать нормы закона и соответствовать этому. Ну, например, я могу так примерно вам рассказать. Например, вы садитесь сами, хоть от руки, хоть на компьютере пишите эти технические условия. Что в них вы пишете? Вы в них пишете, что у вас образуется определенный объем побочных продуктов животноводства, которые вы складируете вначале на такой-то вот площадке, на таком-то удалении от вашего коровника, на которых оно превращается, например, начинается переработка. Переработку вы делаете в виде естественного, например, перегнивания этих остатков и доведение их до стадии, когда вы можете их вносить в поля. Следующий этап. Перевозка и внесение в поля. Вы пишете, что я перевожу этот ППЖ на... гружу при помощи такого-то фронтального погрузчика, гружу в разбрасыватель органических удобрений, например, ПРТ-10, перевожу в такое-то место, на такой-то земельный участок, таким-то кадастровым номером, для того, чтобы там буртовать для будущего внесения уже в поля. Потом пишете, что перед внесением вы должны провести анализ в лаборатории на наличие тех вредных веществ, которые указаны в этом же постановлении. Там есть тот анализ, который должен быть. Там есть перечень проверяемых веществ, которые должны быть указаны в проведенном анализе. Все. Вот и все. И вносите вы, и никто вас не может тронуть. Есть, конечно, в этих всех постановлениях и дурь, например, которая видится в том, что, например, нельзя продавать навоз физическим лицам. То есть я, как ИП, я не могу, например, продать этот навоз физлицу. Вот. Ну, как бы такая дурость. Сколько у нас ферм расположены в районе дач. И дачники приезжают и набирают там два мешка ППЖ этого, чтобы себе удобрить розы. Вот. Ну, законом это запрещено. Вот. Ну, запрещено так запрещено. Вот такой мой комментарий к новому закону, которым установлены штрафы за нарушение правил использования обращения с ППЖ. Еще одно замечание о том, что законом установлено, что при нарушении правил обращения с ППЖ установленными законами и подзаконными актами, в отношении этих ППЖ может быть принято решение об отнесении их к промышленным отходам со всеми вытекающими из этого негативными последствиями. Вот это вы должны помнить. Ну, и больше говорить нечего. Читайте, изучайте и просвещайтесь. То, что вы прочитаете сами и то, что вы изучите, будет намного лучше, чем любое, что скажу вам я. Моя задача вас только направить на правильный путь. А дальше вы уже сами. И когда вы это сами прочитаете, вы это запомните намного дольше. Вы, наверное, проходили это в школе. Сколько бы ни говорила учительница, мимо ушей пропускаете много. Только когда сами начинаете что-то изучать, то запоминается. Всего вам доброго. Здоровья вам. Подписывайтесь на наш канал. Смотрите наши видео. Просвещайтесь. Это вам даст только пользу.